Столичный Арбат отметил первый день рождения. Улицу полюбили гости и жители Астаны. Особенную атмосферу почувствовала и моя коллега Камила Тастанбекова. Без лишних декораций, а просто такой, какой есть. Арбат своей неподдельной искренностью сумел завоевать сердца жителей одной из самых холодных столиц мира всего за год. Кто-то даже сказал, что он – душа астанчан, которая отражена в местных мастерах. Будь то картина или украшение – все это сделано с любовью. А еще Арбат – это дух молодой столицы, который звучит в песнях, есть в особом настроении, передающемся каждому. Вот эта картина называется «Небо над Арбатом». Я под впечатлением нарисовала, хотя я не профессионал. Еще одна картина, вот, хотела эту картину, благословение называется, тоже написала, вот вы знаете, 20 лет становлению нашей столицы любимой – Астане. Здесь и байтырек, здесь и молодежь, и бабушка дает бота. Арбат манит в любое время суток. Здесь всегда многолюдно и шумно. У нас на Арбате очень много групп, которые танцуют, есть люди, которые поют. Еще у нас неожиданность такая была, когда фаер-шоу у нас появилось. Если в прошлом году к нам приходили просто любители, в этом году уже профессионалы у нас тут отжигают, как говорится. Отличительной особенностью столичного Арбата от других стал кинотеатр под открытым небом и караоке. А еще совсем скоро его украсит богато убранная ханская юрта. Такой Арбат не мог не полюбиться. Я приехала из Павлодара, радуются глаза, есть очень много красивых вещей. Мы бываем часто, буквально через день, потому что солнечная, теплая погода позволяет погулять. Да и в плохую хмурую погоду здесь весело, достаточно комфортно, нам нравится здесь гулять. Прихожу сюда с внуками. Дети любят выступления музыкантов. В этом году здесь обновили дорогу. Оформление очень красивое, да и в целом культурное место отдыха. В столице есть много знаковых мест, но по праву статус любимого, наверное, все же принадлежит Арбату. Камила Тастамбекова, Серик Конрбаев, Хабар.